Здравствуйте! В эфире программа «Бумеранг». Мы говорим о здоровье населения Чувашия и об организации здравоохранения в республике. Вот некоторые люди утверждают, что стоматофобия, то есть боязнь стоматолога, передается по наследству. И гости, сегодняшние гости нашей студии расскажут об этом, так ли это по-настоящему, и расскажут о том, какие новые технологии пришли в стоматологию, которые позволяют делать нашу улыбку красивой и здоровой. И сегодня гости нашей студии – главный врач городской стоматологической поликлиники Владимир Викторов и заведующий детским лечебно-профилактическим отделением Милана Быстрова. Ну так что ж стоматофобия-то? Во-первых, стоматофобия по наследству не передается. Сегодня, если смотреть статистику, где-то 20-30% населения Чувашской Республики, Российской Федерации страдает стоматофобией, то есть боязнь стоматолога. Поэтому мы, стоматологи, говорим о том, что важен перевезет человека к врачу-стоматологу. Как ребенку детственно попугают, так и мы получим перспективы. Поэтому сегодня важная миссия – это работа с детьми. И мы на этом строим свое будущее, будущее нашей стоматологии. Уважаемые эксперты, а вот мне лет 10 еще назад говорили о том, что наша российская стоматология, к сожалению, отстала, например, от европейской, от американской на 20 лет. За эти 10 прошедших лет как-то изменилась ситуация? Мы меньше уже отстаем? Сегодня мы говорим уверенно о том, что стоматология не только отстает. Стоматология по некоторым направлениям в технологиях, в разработках даже идет впереди, скажем так, европейской. Но ту технологическую часть по отставанию мы за последние 10 лет преодолели. И сегодня все технологии, которые имеются по оказанию стоматологической помощи, у нас присутствуют. И в городской стоматологической клинике, и в стоматологической учреждениях Чувашской Республики. Те родители, которые сегодня приходят к нам в стоматологию, они видят, как изменилась детская стоматология. Насколько повысился уровень нашей помощи и насколько стало комфортней? Ну, а какова же общая ситуация с заболеваемостью на территории Республики? И взрослой, и детской? Ну, если сравнить статистику Российской Федерации, Чувашской Республики и, скажем так, Европы, то сегодня, к сожалению, 95% населения Республики страдают теми или иными заболеваниями полусердца. В Европе 5-10%, а по России иметь, то картина почти одинаковая. И в Приворском округе то же самое. Если сегодня говорить про заболеваемость, нам за последние 5 лет удалось снизить на 2%. По возрастским критериям это очень хорошие результаты. И то, что мы сегодня занимаемся серьезно внедрением новых технологий профилактики в детской стоматологии, она приносит свои плоды. Ну вот сколько больных зубов у взрослых людей? Это такой показатель стоматологический? Сегодня, к сожалению, 35-45 лет мы уже имеем 70% заболеваний парадонта. Старше 60 лет уже больше 90. 35-45 лет поражаемость где-то около 14 зубов полусердца. И в 65 лет больше 20. И над этим надо серьезно работать. Я думаю, наша совместная работа принесет определенные плоды. А детки? Сегодняшнее состояние я бы констатировала как средней тяжести. Прежде всего, речь идет о пресловутом кариесе и его осложнениях. Дети в 12 лет имеют 3 пораженных зуба кариесом. И подростки 15-летние уже более 5. Это, соответственно, во взрослом возрасте зубы много удаляются. Индекс КПУ кариес-пломбоудаления у нас у детей в Чувашской Республике составляет 5,5. При этом в Российской Федерации 4,5. Менее 50% детей имеют здоровую слизистую оболочку полости рта. А какие виды стоматологических заболеваний лидируют на первом, втором, третьем месте у нас? Сегодня, как и во всем мире, на первом месте находится заболевание, так называемый кариес зубов и его осложнений. Заболевание бородонта, аномалии прикуса, если по статистике смотреть, сегодня 65% явных аномалий. А всего те, которые могут увидеть только специалисты, около 94%. На детском приеме картина та же. Прежде всего, кариес и его осложнения, затем идут зубочелюстные аномалии и заболевания слизистой оболочки полости рта. Ну и вытекающий отсюда вопрос, конечно, тогда каковы факторы риска? Сегодня одним из факторов риска является это низкое содержание фтора в воде. И еще, где надо об этом нам много-много говорить, особенно в детстве, это население Чувашской Республики употребляет очень много сахара. Здесь мы ставим задачу, чтобы мы внятно объясняли нашим пациентам о том, что чремязное употребление сахара приводит к тем заболеваниям, которые мы сегодня имеем на первом месте. Если пришла мама, и полость рта у нее полна кариеса, соответственно, у ребенка не может быть по умолчанию здоровых зубов. По всей видимости, это не только наследствие, но, может быть, и бытовые факторы. Конечно, конечно. Это значит, что в семье питаются неправильно. Образ жизни. Либо неправильно гигиену соблюдают. Ну и, наверное, важно сказать о том, как устроена стоматологическая служба. Сегодня, если говорить про стоматологическую службу Чувашской Республики, мы говорим о том, что у нас обеспечена шаговая доступность. В районных больницах имеются стоматологические кабинеты и отделения. В городе Чебоксары представлена стоматологическая поликлиника, город Чебоксары и республиканская стоматополиклиника. Также мы сегодня имеем стоматологическую поликлинику города Новочебоксарск. Также в структуре здравоохранения Чувашской республики при оказании высокотехнологической помощи с теми или иными рожденными аномалиями, приобретенными аномалиями, следствия дорожно-транспортного происшествия, сегодня эта помощь у нас оказывается в базовой больнице скорой медицинской помощи челюстно-лицевое отделение. Это на случай, если ДТП, если какие-то осложнения. А в детстве это детская республиканская клиническая больница. Сегодня в структуре городской стоматополиклиники имеется отделение неотложной стоматологической помощи, она вообще тройная даже, можно сказать, назначение. Это первое оказание неотложной стоматологической помощи для жителей Чувашской республики, не только города Чебоксары. Если смотреть статистику, кто туда приходит, то мы сегодня увидим даже и Марийская республика, и Нижегородская область приезжает, которая расположена рядом в Чувашской республике. На базе также отделения неотложной стоматологической помощи мы оказываем взрослым людям в трудной жизни ситуации инвалиды. Или они приезжают сами, или мы сами по их звонку выезжаем, привозим их, оказываем стоматологическую помощь и отвозим обратно. Также те пациенты, которые попадают после дорожно-транспортных происшествий или после осложнений, скажем так, они проходят после выписки стационарной реабилитации на базе этого центра. Также на территории отделения неотложной стоматологической помощи, то, что мы с вами говорили в начале про стоматофобию, то, что 20-30% страдают стоматофобией, мы здесь оказываем стоматологическую помощь, скажем так, под ксеноновой ингаляцией, когда применяется препарат ксенон. Для успокоения дальше, значит, делается местная анестезия. Это что? Это не укол, да? Это не укол, это ингаляция, которая с применением наркозного аппарата, скажем так, чтобы было понятно телезрителям, вводится, значит, ксенон в виде ингаляции, и дальше, когда уже наступает, скажем так, нормальное, безбоязненное состояние пациента, делается местное обезболивание и оказывается помощь. Сегодня, слава богу, что Чувашская республика настолько компактная, и доезд, например, с самого дальнего района, Шамуршинского района всего занимает полтора часа, и этот центр у нас занимается оказанием неодолженность стоматологической помощи, во-первых, в круглосуточном режиме, и здесь надо сказать, в круглогодичном режиме. Ну, вообще, если говорить о точках доступа государственных медицинских учреждений, стоматологических и частных, их физически сколько? Сегодня, смотреть, около 41 учреждения представлены государственные, и если по всей Чувашской республике, то больше 100 частных стоматологических кабинетов. Если по обеспеченности, сегодня, к сожалению, детская служба у нас страдает, где обеспеченность всего детскими стоматологами 50%. Вообще, вот взрослых врачей, их достаточно? Или есть ЦРБ, где есть еще проблемы? Есть проблемы. В основном ЦРБ – это по детской стоматологии, по отсутствию специалистов. Там приходится нашим врачам-стоматологам ввести смешанный прием и в детстве, и в взрослой службе. Здесь обучаются взрослые стоматологи, имеют практические навыки, и, собственно, проблем нет у пациента. Проблем нет, они получают сертификат специалиста стоматолога общей практики, и в этом направлении нет проблем, потому что они и специализации проходят по детской стоматологии, и мастер-классы проходят по детской стоматологии. Сегодня очень сильно развит у нас образовательный компонент. И, к сожалению, конечно, хотелось бы видеть во всех районах Чувашской республики детские кабинеты отдельные, как в свое время было сделано в Чебоксарском районе. А так по доступности, по шаговой доступности мы сегодня обеспечены. А вот трехуровневость, которая у нас в других нозологиях существует, стоматология, она тоже как бы развита? Сегодня, если смотреть, кабинеты стоматоделения районной больницы спокойно могут перенаправить своих пациентов на базу Республиканской стоматополиклиники, к нам городской стоматополиклиники или на Учебскарской стоматополиклинике для того, чтобы уже здесь, на нашем уровне, могли уже получать специализированную стоматологическую помощь. А если более сложный случай, то уже челюстно-лицевое отделение на базе больницы скорой медицинской помощи и детская республиканская клиническая больница. Челюстно-лицевое отделение. Сегодня, если смотреть на 10 тысяч населения, по нормативам должно быть 5. А то, что у нас еще имеется не только в государственной клинике, то, что мы сказали, и частной инструктуре, мы уже имеем 6,5. В детской службе, к сожалению, сегодня еще не все докомплектовано. Мы имеем около 55% укомплектованности детской нашей службы. Но в перспективе, я думаю, мы докомплектуемся. Сегодня городская стоматологическая поликлиника является базой кафедры Чувашского госуниверситета, медицинского факультета и постдипломного образования нашего института врачей, где имеется в наличии все специальности. Наши специалисты Чувашской республики, не выезжая за пределы, имеют сегодня уникальную возможность пройти эту или иную специализацию. Стоматологическое здоровье закладывается с детства. Поэтому приоритетным направлением городской стоматологии вообще в республике является детская стоматология. В школах происходит плановая санация, которая начинается, как правило, со старших классов, чтобы освидетельствование дети прошли перед военкоматом. И дальше уже постепенно, более к младшему возрасту, и детские сады тоже проходят лечение в школьном стоматологическом кабинете. А ребенок, когда ведь в школу идет детский сад, он проходит какое-то обследование стоматологов, оно обязательно у нас в стране или нет? Естественно. Естественно. Но здесь, наверное, надо сказать еще о том, что когда мы 1 сентября приходим в школу, проводим уроки здоровья, мы первые классы не трогаем. У них и так стресс, приход в школу, да? Мы им даем там где-то полгода или год даже может быть. Ну, может, у них как раз от стресса-то зубки и уплывает, как мне кажется. Мы им даем адаптироваться в школе, да? Да, пока призывники-допризывники, начинаем именно выпускных классов, для того, чтобы понимать, что впереди у них наступает призывной, у вас кто-то идет в институт, после института идет. А сегодня здесь, в этом направлении, мы очень активно начали работать своим командам города Чебоксары, для того, чтобы уже мы сами присутствовали целый год на территории военных комиссаретов, для того, чтобы с ними совместно выстроить и полностью сонировать наших призывников и допризывников. Если говорить о цифрах, то 62% школьников нуждаются в санации. И за прошлый год охват плановой санации составил 82,5%. Ну, это такие хорошие показатели, да, в сравнении с другими регионами? Да, это хорошие показатели, но одно такое интересное получилось у нас по городу Чебоксары. Дети северо-западного района города Чебоксары, по сравнению с новым районом, больше страдают заболеванием полустирта. Вот какие-то странности, да, казалось, такой престижный микрорайон. Да, а это говорит о том, что мы, наши дети, чуть-чуть балуем, даем лишние денежки, имеем возможность купить те же самые чипсы, имеем возможность купить тот же самый Куку-Колу, который ни к чему хорошему не придет. Это псевдолюбовь, псевдолюбовь, да? Да, псевдолюбовь, которую надо искоренить, и нашим детям говорит, что этим не надо питаться. Ну, вот все-таки стоматологическое здоровье является очень важным, потому что рот – это вход для любой инфекции, да? Для лица организации. Мы можем говорить о наличии государственной политики в области стоматологии? Естественно. Сегодня вот эти 41-го учреждения, которые мы озвучили, они занимаются государственной политикой в области охраны здоровья населения. Именно конкретно стоматологии, да? Да. И, во-первых, сохраняется бесплатная стоматология, да? Потому что есть такое впечатление, что вся стоматология стала платной. Нет. Здесь, если смотреть по статистику, посвящаемость нашими пациентами, конкретно по Чувашской республике, около 60% в зависимости от районов, даже есть районы, где и 95% по программе госгарантии по оказанию бесплатной стоматологической помощи. А если смотреть по городам, то около 60-65% идет по программе госгарантии. Ну это что? Это может быть у некоторых людей чисто психологический выбор. Им кажется, что частная стоматология имеет лучшие импланты, лучшие материалы, еще что-то лучшее, лучших врачей, и поэтому это все будет сделано более качественно. Технологии, применяемые в стоматологии, сегодня одни и те же. Хоть государство, хоть частное. На меня пускай не обижаются, но сегодня государственная стоматология в технологическом направлении самый развитый. И 3D-диагностика, и имплантация, и эксинонная ингаляция, и 3D-планирование, и онкоскрининг. Это все представлено государственной структурой. Но это вот вы как раз говорите о большей степени о своей поликлинике, потому что была произведена как бы модернизация, и отдельно взятые поликлиники были все слиты в одно объединение, которое создало новые возможности. Естественно. 10 лет назад произошла революция стоматологии города Чебуксары. Это хороший пример, который сегодня распространяется в регионы, и по нашему пути идут. Произошла концентрация финансовых средств. Появилась возможность перераспределения потока пациентов, перераспределения кадровых ресурсов, создания центров на базе наших федералов. Это было качество подготовки стоматологов, да? Те новые технологии, стимуляционные центры, которые я там у вас видел. Это впечатлило по-настоящему. И появление новых технологий, она подразумевала параллельно обучаемость. И здесь был хороший пример представлен нам. Это мы взяли из Казани создание собственного учебного центра. И наши новые технологии, которые появлялись именно в стоматологии Чувашской республики, этот учебный центр, надо сказать, явился связующим звеном государственного частного партнерства нашего, да? Где наши врачи стоматологии конкурировали за счет интеллектуальных знаний. Не за счет черного пиара, который был, скажем так, да? Это все ушло. И вот этот учебный центр, во-первых, нам позволил сегодня сэкономить большие финансовые средства. Одного специалиста, если я направил за пределы республики, это проживание дороги суточные, плюс еще за обучение. А мы, приглашая сюда ведущего профессора по теме иным технологиям, проводим мастер-класс здесь, обучаем здесь. И даже всех врачей, которые работают в СРЛ, они все там попадают. Единственное, здесь мы, когда ведущего профессора приглашаем, особенно за границей, мы ставим перед ними первое условие. Это то, что они должны здесь проводить два дня мастер-класс, один день читать лекции для студентов стоматологического факультета нашего, да? Мы должны заниматься целевой подготовкой кадров, если мы сегодня являемся базой кафедры, этим мы серьезно занимаемся. Наших интернет, ну и, конечно же, наших врачей-стоматологов. Хороший пример у нас получился с профессором Вольф из Германии. Он приезжал к нам шесть раз, двухдневные семинары на свиных челюстях, показывал мини-инвазивные операции парадонтологии, скажем так, которых у нас не было. И я знаю, что огромное количество людей вообще там, наши чуваши, которые живут там в Москве и в других городах, иногда хвалятся, что даже за границей, приезжают и делают стоматологию здесь. Все-таки, наверное, это говорит о высоком качестве. И высокое качество, и ценовая политика, и термин «медицинский туризм», он очень хорошо развит именно в стоматологии, наверное, в офтальмологии, в центре эндопротезирования. Но здесь, если говорить про, например, новогодние праздники, наверное, если по процентам смотреть, наверное, процентов 40-50 приезжих именно из Москвы, сегодня... Меня-то это радует, потому что, я думаю, эти деньги, которые они к нам привезли, они пойдут в бесплатную стоматологию, да? Естественно. И в том числе и в детскую. Да, и здесь мы ведь ставим задачу не замены возмещения за счет приезжих гостей, а в дополнение к тому, что мы можем, например, на новогодние праздники не сидеть дома, а спокойно заняться лечением. Значит, стоматологи по праздникам не отдыхают, они работают. Сегодня проходит третье национальное эпидемиологическое обследование граждан России. Сюда вошла и Чувашия. Ведущими детскими стоматологами республики разработана модель программы профилактики «Улыбка здоровья – счастье в семье». Также ширится волонтерское движение, которое уже два года проходит в городской стоматологической поликлинике. Приобретен автобус, который укомплектован двумя стоматологическими установками и рентгеновским аппаратом. Разработан паспорт стоматологического здоровья для детей школьного возраста и паспорт здоровья для дошкольников. Какие новые методы диагностики и лечения пришли в стоматологию с последние годы? Пришла серьезная диагностика, которая называется 3D-диагностика. И здесь сразу же надо говорить об увеличении качества оказания медицинской помощи, стоматологической помощи здесь. Сегодня 3D-диагностика представлена и в государственную структуру оказания стоматологической помощи и частной структуре. Это здорово. Это плюс для наших пациентов. Ну, это же ведь раннее сохранение зубов. Это раннее обнаружение и соответственное сохранение. Проблема эта диагностика сегодня позволяет и убирать мягкие ткани, и послойно делать срезы, и качество пломбирования корневых каналов. Вот новое направление, микроскоп стоматологии, да, сегодня, если говорить, если мы раньше говорили, что 1 корневой зуб – значит 1 канал. А сегодня мы можем сказать 1 корневой зуб – 2-3 канала. И вот этот микроскоп позволяет точно вместе с 3D-диагностикой определить количество каналов, и тем самым мы говорим. Хотя статистика говорит о том, что после первого вмешательства бармашины зуб… Да-да-да, такая неприятная для меня вещь была, да, что если только вы зуб починили, то через 10 лет ему будет… Да-да, 10 лет. А нет. Сегодня технологии позволяют, скажем так, не только 10 лет, но основная статистика говорит, что после первого вмешательства где-то зуб живет в течение 10 лет. Но есть технологии, которые называются сегодня имплантацией, которая пришла на замену восстановления, если мы раньше, скажем так, банальными мастовидными протезами или съемными протезами применяли протезы, или сегодня есть имплантологии, которые позволяют полностью восстановить функцию зуба. И сегодня, вот в 15-летнем развитии стоматологии Чувашской республики говорить, технология имплантации, она очень серьезно представлена и тоже здесь, хочу сказать, владеет не только стоматологией государственного сектора, но и частного сектора. Ну и ортодонтия очень сильно развивается, да? Да, и сегодня, если говорить про ортодонтия, раньше были банальные съемные конструкции, а сегодня мы имеем брекет-системы. Здесь единственный вопрос – вопрос реабилитации. Когда мы пациенту говорим, что мы сегодня брекет-системы быстро восстановим зубной ряд, но потом самое главное должно быть – это реабилитация. Вот где должны работать вместе логопед, психолог, почему мы сегодня находимся в школах, почему мы сегодня хотим ранее… Комплексный системный подход, да? Да, комплексный системный подход, почему мы хотим раннюю диагностику этих аномалий, для того, чтобы не брекет-системы, скажем так, еще они дорогие у нас, об этом тоже надо говорить, сказать, бесплатной структуры и его нет в ортодонте, только съемная техника по сложным телесным аномалиям мы сегодня имеем в системе, программе госгарантий. Поэтому здесь ставится задача, приходя в школу, диагностировать в раннем возрасте и с оказанием качественной услуги. Ну, можно ли говорить о достижениях в области стоматологии? Да, сегодня мы можем уверенно сказать про достижения в области стоматологии. Это, во-первых, технологическое оснащение, про новую технологию, то, что было сказано. Это, значит, уровень наших специалистов. Ну и то, что самое главное мы сделали, это комплексный подход по оказанию стоматологической помощи. Все это дает надежду на улучшение стоматологического здоровья населения именно республики, да? Да, естественно, когда идет комплексный поход, и мы говорим о том, что мы в перспективе будем иметь хорошее здоровье населения, стоматологическое здоровье населения Чувашьей республики. А мифы у нас есть в стоматологии? Сейчас развеян миф о том, что непобедимы такие заболевания, как кария зубов и его осложнения. Хотелось бы также сказать о том, что существует миф у родителей о том, что молочные зубы лечить не нужно. Это совершенно неправильно. К молочным зубам нужно относиться абсолютно так же, как в постоянном. У нас полости рта у взрослого человека 32 органа. Каждый зуб – это отдельный орган. У ребенка 20 органов в одной небольшой полости рта. Ну и потом, действительно, зубы связаны с внутренними органами. Теперь, наверное, самый главный вопрос – это вопрос профилактики. И мы должны обратиться к нашим уважаемым телезрителям и радиослушателям и сказать, что самое важное для того, чтобы ваша улыбка была красивой и здоровой. Есть первичная профилактика, есть вторичная профилактика. И 80% стоматологических заболеваний, они управляемы. Первичная профилактика делится на антинатальную, то есть это комплекс мер, направленный на предотвращение заболеваемости плода. То есть мы говорим сейчас про беременных женщин. Да, ладно. Девушки всегда беспокоены тем, что они потеряют зубы во время беременности. В свою же очередь есть еще постнатальная профилактика, которые меры направлены на предотвращение зубочелюстных аномалий уже при рождении ребенка. Беременная девушка не должна волноваться о том, что у нее будут проблемы с полостью рта. В первую очередь она должна после того, как встанет на учет, обратиться к стоматологу и каждый триместр проходить профилактические осмотры и, соответственно, профилактические мероприятия. Ну, здесь надо сказать, что беременная женщина два раза в год стабильно должна ходить. Вот если два молодых человека, парень, девушка, решили сознать семью, они первые у кого должны появиться, они должны появиться у докторов, чтобы понимать. Ну, во-первых, приятнее целоваться, да? Во-вторых, больше заботы о здоровье своих потомков. Да, и с того момента они должны планировать, как создадут здоровую семью, как они создадут здоровое потомство. Об этом четко они должны понимать. И если сегодня наши молодые люди не будут делать все во имя блага будущего рода, своего, скажем так, продолжения рода, а ничего не получится. Статистика доказала, что только 10% зависит от состояния здравоохранения вообще в целом. А остальное все. От среды, в которой человек сам живет. От среды, в которой человек сам живет. Поэтому здесь каждый четко должен понимать, особенно беременным женщинам. Второй момент – это рациональное питание. Прежде всего, мама должна думать, что она кушает сама и чем питается ее ребенок. К сожалению, 95% нашего кариеса, который развивается у нас в республике, это неправильное питание. И первое, что должно быть на столе – это овощи, фрукты и молочные продукты. Нельзя не сказать про гигиену полости рта. Навык чистки зубов у ребенка формируется в течение 4 лет. Если в течение 4 лет мы каждый день будем с ребенком утром и вечером совместно чистить зубы, тогда мы можем говорить о том, что мы вырастим здоровое поколение. Просто засунуть зубную пасту и щетку в рот и потом сплюнуть – этого недостаточно. Необходимо 2-3 минуты чистить зубы по всем правилам. Наше волонтерское движение направлено на то, чтобы научить детей правильно чистить зубы, как держать щетку, какую зубную пасту использовать. Если говорить про зубные пасты, то мы рекомендуем так. У нас в республике не хватает фтора в питьевой воде, поэтому зубная паста должна содержать фтор минимум 1500 ппм. Если же вы живете в районе, где повышенное содержание фтора... Ну, это у нас АллатРь, да? Это АллатРьский район, Шумерлинский, Вурнарский район. Там идет повышенное содержание фтора. Конечно, там нельзя использовать зубную пасту со фтором. Там нужно использовать зубную пасту с кальцием. А вообще самое лучшее – утром почистить зубы пастой с фтором, вечером пастой с кальцием. И если есть проблемы со слизистой оболочкой полости рта, то уже присоединить различные ополаскиватели, то есть не забывать о дополнительных средствах гигиены. Ну что ж, уважаемые телезрители и радиослушатели, я надеюсь, что наша программа сегодня была вам очень полезной. И помните, программа называется «Бумеранг». Если мы не будем заботиться о здоровье своих зубов, то наши зубки заставят нас побегать по огромному количеству врачей. А хотелось бы, чтобы люди в Чувашии улыбались красивыми здоровыми улыбками. Доброго здоровья всем!